В Ростовском Донецке продолжаются слушания по делу украинской политузницы Надежды Савченко. В среду в суде допрашивали коллег погибших на Донбассе российских журналистов и свидетелей об эпизоде якобы самостоятельного пересечения Савченко российской границы. Политузница настаивает, добровольно она Украину не покидала, а в России оказалась в результате похищения. На этом судебном заседании также огласили детализацию звонков и сообщений погибшего журналиста и Савченко. В то же время российские правоохранители препятствовали съемочной группе украинского телеканала СТБ, который освещает судебный процесс. Накануне группу больше суток не пропускали на украино-российской границе, хотя все необходимые документы у них в порядке. Однако после того, как группу все же пропустили на территорию России, по дороге в суд ее снова задержали, но уже сотрудники ГИБДД. Попасть в зал суда уже после начала слушания дела журналистам удалось лишь после вмешательства украинского консула и адвоката Ильи Новикова. Рассмотрение дела Надежды Савченко продолжится в четверг. По обвинительному заключению должны допросить еще десятерых свидетелей. Вместе с тем адвокат Марк Фегин уже сейчас заявляет, что Савченко вернется в Украину уже в 2016 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова